Вот мы сейчас отходим от Лабуана. Точнее, выходим из Марины. А мы без руля? С одним штурвалом. Это мы сейчас выходим. Здесь просто очень много кораблей запаркованных. И мы сейчас проходим между парковкой кораблей. Вот такие вот расстояния, как вот сейчас слева по городу. Итак, мы сейчас подходим к Брюнею. Вокруг Брюнея очень сложная навигация, потому что огромное количество кораблей, которые запаркованные, какие-то дурацкие платформы стоят. Их приходится все время обруливать. Вот мы проходим сейчас сбоку от нас. Вообще корабль заброшенный стоит, который, наверное, уже пора спиливать. И приходится постоянно обруливать платформы, которые копают нефть. Вот. Сейчас мы подошли на нос. Мы даже не собирали ни кранцы, ни швартовые, потому что здесь идти всего 15 миль. За 3 часа мы дойдем в Брюнею. Ну, я так надеюсь, в всяком случае. Вот какое у нас вокруг количество кораблей. И это на протяжении всего пути. Некоторые корабли очень прикольные, потому что у них конструкции такие, которые я даже не видел, с какими-то американскими горками. Очень прикольно. Вот такая вот здоровая хрень. 114 на 80 метров. Порт регистрации в Ануату у нее. Deepwater Nautilus называется. Буровая платформа, качает нефть. Там живут люди, работают. Там есть вертолетная площадка, антенны здоровенные. Прикинь, из Вануату. Порт приписки Вануату, порт вилла. Это же в середине Тихого океана. Что ты делаешь, Диана? Торгую очи. Красит глаза. Проголодался. Диана, что ты мне вчера принесла за еду? Я не знаю. В общем, когда нам лень готовить, мы едим полуфабрикаты. Вернее, не полуфабрикаты. О, что это такое? Носи, аям, что-то там. Я не помню название полностью. Но это, короче, курица со специями, жареные орешки, потом рис с острым соусом и немножко овощей. Обычная малайзийская еда. Другой у них, по-моему, нету, да? Малайская. Малайская. Малайский язык, малай. Малай. А малазийский? Малайская еда, малайский язык. Малайская еда? Да. А что страна не Малай, а Малайзия? Потому что так надо. Понятно, убедила. Ну все, я буду есть. Скажи потом, кушай броку и скажешь, вкусно или нет. Ммм. Ааа. Итак, до лабуана нам осталось... Добрюнея. Ой, Добрюнея. Спасибо. Это же не фотография? Это. Черт, ты. Добрюнея нам осталось полторы мили. Тут очень мелко, мы сейчас попробуем туда зайти. Хорошо, что мы заходим днем. Но, похоже, здесь Марины нету, все-таки я вклад. Поэтому будем смотреть и искать парковку по очень мере. Вот мы обычно проводим все наши переходы. Длинные переходы и не очень длинные. Что ты пьешь? Техтарик. 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 Это чай. Техтарик. Это тянуть. Потому что они переливают из одной в другую, из одной в другую. И тянут чай. Получается куча взбитой пены. Поэтому он называется Техтарик. Ну, мы, правда, его не тянули и не переливали. А у нас растворимый. Техтарик. Сейчас мы идем по каналу. Канал, между прочим, очень узкий. Я сейчас покажу. Вот эта вот ширина канала. Метров сто. Это максимум. В принципе, достаточно, но есть небольшой стрём. То есть он, в принципе, узковатый. И так как это река, у нас идет течение встречное, которое нас тормозит. Что у нас там сзади нас обгоняет? Что это? Какой-то рыбацкий корч. Рыбацкий корч. Но на самом деле 100 метров это очень узко, как для канала. Особенно если течение идет боковое. И когда он так вот все это носит, носит, носит. Еще какие-то корчи тебя сзади обгоняют. Глобля сзади, да. Зачем? Зачем он меня здесь обгоняет? Я сейчас вот через 200 метров я поворачиваю направо. Вот тут порадуется человек. Зачем? Здесь места для обгона нету. А он себе едет. Пофоткаемся на фоне. Селфи на фоне лодки. Да, красивая херня. В общем, вот это вот он нас обогнал здесь. И сейчас вот он проходит, и мы поворачиваем. Ну, уже за ним направо, потому что он все-таки быстрее нас идет. Все нормально шпилит, да? Бай-бай, я за ручку. Иди. Уходишь, ну и еды. Уходишь, ну и еды. Та-на-ноборез. С-Л-1-0-8-0-5-7. Да, да, это да. Спасибо. Это страна Сиэра-Леоне и порт Три Тауэр. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Вот так вот проходят все наши заходы в порты. Вот мы только что объяснили... Мамма ми, я чуть не улетела! В общем, мы только что рассказали порту, что мы заходим, то есть они о нас теперь знают. Все, мы можем спокойно парковаться в Марине, Яхлабе, где угодно. Это же классно, когда на заходе в Яхт-клуб у нас ветер 30. Давай! Всегда? Всегда, всегда. Когда парковка, мы заходим куда-нибудь в Яхт-клуб, в Марину, всегда начинают дуть. Сильно, вбок, всегда. Вот я не помню уже за последние, наверное, 5 или 6 парковок, когда было по-другому. Представляем сейчас лодку. Вот сейчас опять я буду сбрасывать, я не знаю, наверное, метров 30. Мы зацепимся хорошо, потому что сейчас сильно дует. Как раз хорошая возможность очень сильно натянуть цепь на лодку. Вот сейчас мы скинули 20-25 метров. Сейчас мы натянем якорную цепь, а потом я добавлю еще, наверное, 15 и мы очень замечательно оставим. Отец, как дела? Прекрасно. Что ты делаешь? Это бортовой журнал. Каждый раз, когда мы куда-то приходим, откуда-то уходим, я делаю записи, чтобы я понимал для себя лог, что происходит. Я записываю координаты, сколько мы прошли, какое количество времени было в двигателе. Это обязательная процедура, я это делаю всегда. Закрываем борт. Достаточно. Ударил меня по лицу веревкой. Кричево так свою жопу в камеру вставил. Ну все, я держу, взбилась. А вот теперь я буду. Главное отсюда не упасть. Вот. Это как-то нестабильно все делаешь. Какая конструкция, такая есть стабильность. Все. Ты не хочешь пролезать лодку? Хочу. На. Веревочку. На. Так. Выпрыгиваем сейчас. Боже, как оно тут все страшно выглядит. На. На. Надежность. Надежность. Привет, Марина. А, зашли в Марину. Двухмысленно. Как мы когда записываем в бортовой журнал, где она заметила эта фраза «я вошел в Марину» звучит совершенно неоднозначно. Нет, тут миленько. Наверное. Смотри, гаражи для лодок. Это Бот-Яр. Здесь происходит ремонт лодок. Вот так вот оно все и выглядит. Вот такие вот тут кафешка, домики всякие из пальмовых листьев. Между прочим, вот там я вижу бассейн. Да. Это круто. Кстати, вот и бассейн. Сейчас я вам сниму с заборчиков. Вот так вот там все выглядит. Детские горки. Я хочу переставить лодку на буль, потому что мне здесь не нравится, как она стоит на якоре. Думаешь, опасно? Немножечко она нестабильна. Сейчас узнаем, что здесь у них возможности. Вот и сама Марина, я так думаю. Ярт-клуб. Сейчас чуть позже сниму вам еще.